Это вечерние новости на RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы продолжаем выпуск. Украина и ее международные партнеры должны продолжать борьбу за восстановление украинского контроля над Крымом, подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский. Напомню, что российские войска захватили Крым в 2014 году в результате фактического негласного вторжения. Позднее РФ использовала Крым, осуществляя полномасштабное нападение на Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года. Эта жестокая война, которая сейчас ведется против Украины, была порождена российским реваншизмом именно тогда, когда он почувствовал, что мир может закрывать глаза на подобные преступления, сказал Зеленский в видеообращении. 26 февраля Украина отметила десятую годовщину митинга в Симферополе против поддерживаемого Россией движения, подготовившего почву для незаконной аннексии Крыма. Киев заявил, что будет бороться до тех пор, пока не восстановит украинские границы 1991 года, включающий Крым, и возглавил дипломатическую кампанию по разработке мирного плана, предусматривающего полный вывод российских войск со всех захваченных территорий. В своем обращении Зеленский призвал партнеров Украины бороться за полное восстановление международного права. «Мы можем закончить эту войну на наших украинских условиях. Мы можем вернуть наши земли и людей из-под оккупации. Мы можем привлечь Россию к ответственности за содеянное. Но чтобы это произошло, мы должны бороться», сказал президент Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал результаты голосования, состоявшегося в понедельник в венгерском парламенте. Венгерские законодатели ратифицировали членство Швеции в Альянсе. «Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее», заявил Столтенберг на медиаплатформе X. Венгрия стала последним из 31-го члена Альянса, ратифицировавшим заявку Швеции на вступление в НАТО. Швеция, долгое время проводившая политику нейтралитета, подала заявку на вступление в Североатлантический Альянс вместе с Финляндией весной 2022 года после полномасштабного нападения России на Украину. Финляндия стала 31-м членом Альянса в прошлом году, но процесс ратификации заявки Швеции, Турции и Венгрии затянулся. В прошлом месяце Турция ратифицировала заявку Швеции. Тим Чен, студент последнего курса в Университете Британской Колумбии в Ванкувере, летит почти два часа от своего дома в Калгари до университета и обратно, потому что цены на жилье за пределами кампуса для него слишком высоки. Ранее он арендовал жилье в Ванкувере, но отказался от этой идеи, когда арендная плата за его квартиру сильно выросла. Прямой перелет туда и обратно из Калгари в Ванкувер стоит примерно 111 долларов. Поскольку Чену нужно ездить в университет только два раза в неделю, он тратит примерно 890 долларов в месяц, продолжая жить в доме своих родителей в Калгари. Квартира с одной спальней в Ванкувере, самым дорогом для проживания в городе страны, обойдется арендатору минимум в 1550 долларов в месяц. Чен утверждает, что экономит приличные деньги благодаря своим нетрадиционным поездкам на учебу. Я напомню, что Калгари находится примерно в 430 милях к востоку от Ванкувера, но время в пути сокращается благодаря авиаперелету. Нью-Йоркские зоозащитники сообщают, погиб филин Флакка. Евразийский филин пропал из-за осада Центрального парка 2 февраля прошлого года. Как оказалось, вандалы разрезали сетку из нержавеющей стали и филин оказался на свободе. После побега из зоопарка Флакка питался крысами, позировал фотографом и собирал толпы фанатов, почти как Лев Алекс из мультфильма «Мадагаскар». Любимец публики, харизматичный и впечатляющий символ Нью-Йорка, филин Флакка, погиб, сообщили сотрудники зоопарка. Они сказали, что 23 февраля он погиб в результате столкновения со зданием на западной 89-й улице. Люди, находившиеся в здании, сообщили о случившемся фонд диких птиц. Сотрудники фонда быстро отреагировали на сообщение и извлекли птицу, которая не реагировала на окружающих, и вскоре объявили о ее смерти. Фонд диких птиц уведомил сотрудников зоопарка, которые забрали Флака и доставили его в зоопарк Бронкса для вскрытия. На этом у меня все. Мы увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня». Я желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok